книга протоиерея геннадия фаста в бога богатеете проповеди 2020 год святой праведный финис страсти числа 20 25 главы среди ныне почитаемых святых есть один о котором не часто говорят многие о нем ничего и не знают история очень древняя почти три с половиной тысячи лет тому назад она описана на страницах одной из первых книг священного писания в книге чисел очень поучительно и перекликается по содержанию совершаемым ныне поминовением преподобной марии египетской это праведный финис а история была такая народ божий израиль под водительством великого моисея вышел из египта и передвигался постепенно к пределам обетованной земли много было у израильтян противников они никому не были в радость народы населявшие те места ужасались они хотели поразить и даже если можно уничтожить израильтян но раз за разом сам бог поборал противников сам бог стоял за израильский народ что делать нашелся один языческий пророк валаам который догадался что можно сделать из израильтяне не просто народ это народ божий если на народ божий ополчаться то бог сам поборает за него бог поругаем не бывает с нами бог разумеете языцы и покоряйтесь а вот что воспевают развалитяне сила их не возьмешь но можно по-другому в чем сила народа божьего в том что можно создать его слабость сила в том что с этим народом бог значит чтоб повергнуть этот народ есть только один способ чтобы бог с ними не был а тогда уже с ними как-нибудь можно разобраться и вот валаам этот языческий пророк научил что надо делать все люди слабы особенно по седьмой заповеди надо заслать туда женщин блудниц и они введут израильтян в грех причем нужны не обычные женщины а именно блудницы нам это сейчас даже трудно представить но в то время были языческие культы с участием жриц блудниц жрицы тогдашнего мадиамского бога вал фигура и были блудницы о которых в этой истории говорится блудодействие входило в служение и поклонение которое совершалось перед этим идолом жрицы вал фигура блудницы не просто блудили ради блуда совершался ритуальный блуд вот их-то и надо заставить туда к израильтянам и они по слабости человеческой природы впадут в блуд а вместе со жрицами блудницами к израильтянам притащатся идолы и вот тогда бога с этим народом уже не будет бог отвернется от этого народа израильтян даже не надо будет избивать бог сам их побьет и вы знаете сработало мавитяне и мадианитяне в этом деле тогда объединились они заслали жриц была среди них такая верховная жрица хазва дочь некоего царствующего мадианитянина о муфо она также хорошо понимала что надо не с простыми людьми делать иметь а с предводителями рыба гниет с головы и вот и удалось заманить зимри одного из 12 предводителей израильтян свои лукавые блудные сети грех пошел как язва как вирус как зараза и все сработало валаам был умен бог не только отвернулся от этого народа бог сам стал наказывать его пошла какая-то язва точно не сказано какая но она была страшная повальная и народ буквально выкашивала двадцать четыре тысячи трупов полегло там в пустыне моисей арон первосвященник вожди узкини и собрания тогдашнего переносного храма плачут не знают что и делать и вдруг торжественно нагло бесцеремонно вот этот самый юноша зимри идет вместе с блудницей жрицей хазвой они нагло проходят прямо мимо моисея арона первосвященника и шествуют к шатру этого самого зимри входят в него и занимаются своим богомерзким делом вот тут и воспылал дух финиеса финиес был внуком архиерея внуком арона он никому ничего не говорит берет копиева входит тот шатер и пронзает земли и хазву и язва остановилась божье наказание прекратилось божье благоволение вернулась к своему народу вот такая история преподобный ефрем сирин размышляет о том что этот случай напоминает наше спасение моисей пророки вожди цари в древности плачут о народе божьем что говорить про язычников даже в народе божьем бывает грех и отступление от бога ни закон ни пророки ничто не могло остановить людей от всеконечной гибели и вот тогда как некий финиес приходит христос и своим крестом как тем копием пронзает дьявола поражающего человеческие души и язва прекратилась пришло к нам спасение имеет это значение более близкое к нам тем более не великого поста с чем это можно сравнить народ божий это сегодня мы с вами мы вышли из мира как те из египта те через черное море мы через крещение мы теперь странствуем к обетованной земле к небесному ханаану берегам вечной отчизны и вот в этом странстве бывают искушения и все точно так же как тогда только внешне как-то меняются условия обстоятельства а внутренне все также культовое блудодеяние тот человек земли образ каждого из нас это образ нашей души а та жрица-блудница нечестивая хазва это порочная страсть в том числе и напрямую блудная страсть как замри и хазва соединились так и в нашу душу входит эта страсть даже народ божий очень часто поражается этим грехом причем смотрите тому человеку важно было открыто пройти мимо моисея вождя народа мимо арона архиерея мимо скини храма божьего вообще-то блудные дела любят темные времена суток грех сокрытый это еще мелочь на этом страсть никогда не остановится она хочет публичности и легализации и вот сейчас те народы которые некогда были христианскими публично блудодействуют блуд был всегда но в темное время суток теперь же в кино в интернете везде идет прямая легализация этого греха звезды эстрады кино не стыдясь не стесняясь воспевают все это и этого мало нужны не только публичность нужно еще легитимность надо еще конституционно вести поправку в закон чтобы все это было узаконено грех не может удовлетвориться скромной безвестностью он хочет царствовать и в этом печальном состоянии находятся сейчас народы которые некогда именовались христианскими и некогда несшие свет теперь очень часто омрачают мир тьмой порока и греха где тот финиес где-то копье которая пресечет грех а теперь еще ближе к нам уже конкретно к нашей душе да моя душа это я тот самый зимри моя душа сочетается с порочной страстью и вы знаете это не обязательно блудная страсть страстей ой как много душа сочетается со страстью моей жизни двадцать четыре тысячи трупов имеется ввиду а все у меня не ладится батюшка ну что такое все у меня не идет и на работе никак и зарплата не то и с родителями не клеится дети не такие муж вообще никуда и все плохо все сыпется все валится все разрушается это внешне но что хуже люди на это меньше обращают внимание внутренне все сыплется и разрушается в моей душе ничего не созидается мой духовный мир не устрояется почему перейдем уже прямо к нам православным прихожанам мы же каемся в грехах каемся но чаще всего мы каемся как анкету заполняем вот это было это было этого не было и этого этого не было а то и было как бы отчитываемся и грехи о которых мы говорим и каемся которых признаемся чаще всего являются внешними проступками вчера поругался кто-то скверным словом ранился кто-то поссорился с кем-то неправду сказал и так далее вот в таких грехах кается не очень трудно это поступок не очень хороший ты его сделал и в нем кайся и много лет в таких вещах а никакого движения внутреннего нет почему потому что мы каемся в поступках но не в страстях пока живет во мне страсть пока моя душа с нею сочетается пока мой шатер мой внутренний мир с этой страстью пока они вместе никакого продвижения нет но вот что было более понятно с блудной страстью все ясно вот например другие случаи все пыль предо мной и я веду себя именно так что все пыль и потому топчу ее или стряхаю себя кто в таком грехе покаялся может быть но такого еще не дошло чтобы мы так про себя себе сказали а именно это возможно есть основная движущая сила моей души я могу признаться что вчера поссорился что вчера я выругался что что-то другое сделал это я могу сказать но я не скажу себе почему я это сделал трудно себе признаться страсти что все вокруг меня пыль что смотрю я на других именно так чтобы со зреть до этого самопризнание где тот финиес который пронзит меня с этой страстью и пока сочетание моей души с этой страсти не опознана не осознанно и не умершли но действует моей жизни язва господь поражает мою душу и ничего в ней не клеится или например такая страсть все виноваты все передо мной виноваты я имею право на любого человека обидится все мне делают не очень хорошо а то и откровенно плохо а дальше уж исходя из этой страсти с которой сочеталась моя душа и давно спит с ней в этом шатре как следствие произрастают те неприятности те нехорошие поступки которые в моей жизни случаются я легко их вижу иду на исповедь в них исповедуюсь а дальше ничего не улучшается надо признаться не просто проступках а что во мне есть такая страсть есть такая хазва все виноваты и я с ней в шатре и вот пока я это не осознаю продвижение вперед не будет вот почему очень часто люди не продвигаются духовно потому что не хотят признать себе что они сочетаются с этой страстью но и пока это будет будет продолжаться божья казнь не внешне а наш господь нас и будет поражать а для внешних мы тогда вообще ничто они легко с нами будут справляться отсюда наша беспомощность мария египетская в честь которой сегодня день все это пережила в отношении к своей страсти сначала была беспомощна потом ее победила дорогие позволим себе это страшное дело которое сделал праведный очень честный и в некотором смысле беспощадный финиез заглянув в шатер своей души увидим ту страсть который сочеталась не хватает у нас самих сил тогда обратимся к тому кто может нам помочь духовному ли какому иному который укажет нам на эту страсть а потом надо быть опять беспощадным надо взять и пронзить ну как это же я себя себе пронзить со страстью нет так не пойдет я про себя теперь буду хорошо вести не получится надо пронзить свое сочетание с этой страстью и тогда кончится язва тогда не только я весь народ вся моя семья все кто со мной все вокруг меня облегченно вздохнут мир божий придет к нам аминь